Привет! Ну наконец-то она пришла! Долгожданная камера для микроскопа. Ну что ж, посмотрим, что она себе представляет. Так, далее инструкция, вся линейка моделей Hi-R. Да нет-нет, не розовая, как показывает Настюху, но та же самая модель. Hi5 299 с сенсором Sony MX117. Диск бесполезной программы. Почему? Да увидите позже. Полтора метра USB кабель версии 2.0. Ну тут думаю понятно, кабель для подключения камеры к компьютеру. Толстенный, но недостаточно гибкий HDMI кабель версии 2.0. Также полтора метра длиной для подключения к монитору напрямую или карте захвата. При этом запись видео будет на флешку без ограничения по качеству, в отличие от USB подключения. Сразу скажу, пульт мне понравился. Удобно, не нужно тыкать кнопки на самой камере. Только батарейка CR2032 в комплекте отсутствовала. Ну зачем-то пленка торчит из отсека, ну да ладно. Ну вполне обычный стандартный блок питания, 12 вольт на 1 ампер. И вот дошли мы до самого интересного. Устанавливаю, фиксирую камеру. Кстати, переходим, кто купал отдельно. Скину ссылки в описании. Но сначала давайте посмотрим возможности по USB подключения. Рассматривать будем вот такой дырявый донор 1080i от Gigabyte. Ну что ж, погнали в микромир. Программу для работы с камерой, с диска я предварительно установил. В USB имеется ограничение, максимальное разрешение 1080p 30 кадров. Но об этом я знал, это и на корпусе камеры указаны, и в характеристиках на Алиэкспресс. По настройкам я тут ничего интересного не нашел, большинство настроек тут не активно, не нажимается никак. Включаю запись. Ну вроде как можно пользоваться, но нет, смотрите сами. К сожалению, USB камера жутко тормозит и артефачит. Кстати, видео записывается напрямую на компьютер, и в плеере то же самое. Подкручиваем фокус и сравниваем по HDMI. Кстати, вот этот маленький винтик фиксирует фокус, но фокус все равно будет сбиваться. И поэтому я закажу мелкий монитор для мониторинга камеры. Давайте посмотрим, как у нас картинка выглядит в самом микроскопе. Здесь, как видим, сверху захватывает разъемчик черный. Вот этот. А вот на камере его не видно. А вот черный край слева. Скорее всего микроскоп сам кривой. Ну да ладно, это легко исправляется, сейчас покажу как. Просто немного увеличу изображение с пульта, вот этим плюсиком. Ну и все отлично. А вот и недостатки моего длинного штатива. И почему лучше нажимать кнопки на самом микроскопе. Давайте еще немного посмотрим назначение кнопок пульта. И так, это цветность, так черно-белая стала. Снежинка рядом, не понял зачем. Можно в инструкции глянуть. Далее, отзеркаливание изображения по вертикали, по горизонтали. Это если вам нужно камеру развернуть наоборот. Остальное, я думаю, так понятно. Снизу фото, видео и открыть галерею. Давайте еще немного покопаемся в настройках. От HDMI уже есть 4К запись на флешку microSD. Ну да, все как заявлено в характеристиках 4К, 60 FPS. Только вот соотношение сторон будет 4 и 3, как и 2К на 60 FPS. Давайте посмотрим. Ну вот о чем я и говорил, квадратное изображение. Ну может 30 FPS будет широкоформатное изображение. Что-то давайте посмотрим. И да, здесь порядок. Ну вот прям специально, не в описании, не в самом микроскопе, да даже минимум не указали соотношение сторон 4 и 3. Ну думаю, 30 FPS хватит для нашей работы. Давайте еще быстренько пробежимся по меню. Так, что-то у нас цикл записи. Перевод, конечно, тут кривой. В общем, сами все видите. Соотношение сторон уже для монитора. Так, это не знаю что. Как баланс белого. Даже HDR тут есть. Но у меня монитор обычный Full HD. HDR, тем более он не поддерживает новые языки. Китайский, русский. Ну, в принципе, тут все форматировать флешку можно. Ну и перезагрузить. Как уже говорил, можно открыть проводник. И запроизвести запись. Но 4К 60 FPS не поддерживает. Только 30 FPS можно воспроизводить. И переходим к самому интересному. Посмотрим уже на самом компьютере сначала, как записывает 4К. 30 кадров. Вот оно уже пошло. И после уже Full HD 60 кадров. Ну, на мой взгляд, 60 FPS в Full HD более плавно. Да и картинка, мне кажется, даже лучше. Хотя, насчет изображения не знаю. У меня монитор не поддерживает 4К. Это моя первая камера. Сравнить мне не с чем. Пишите, что вы думаете в комментариях. Взяли бы все такую. Я купил исключительно для ютубчика. И на этом все. Всем пока. До следующих видосов.